Друзья мои, я уже и снимала видео на эту тему, и посты писала, но вы все задаете и задаете этот грустный вопрос Приходится снова поднимать эту тему Секс был, есть и будет всегда Иначе прекратится род человеческий А этого Господь допустить не может Поэтому у мужчины центр мотивации к сексу совмещен с центром мотивации к оргазму Кто хоть раз вкусил плодов с древа познания трения головки Тут уже не сможет не стремиться повторить это вновь и вновь Или, если не так выспринно, то можно сказать и попроще А суть в единственной причине С рождения, испокон веков, тянула женщину к мужчине, тянула к бабам, мужиков Поэтому секс вне политики, вне религии и вне географии Он просто есть и все Другое дело, как это у людей получается Вот, например, китайцы любили служанку пригласить, чтобы она при супружеских утехах присутствовала Мало ли стакан воды подать или свечку там подержать Ну понятно, просто так она же не могла усидеть Поэтому, чтобы время скоротать, мастурбировала себе самым пребесстыдным образом На глазах, занятых взаимным совокуплением и ублажением хозяев А в индейских племенах Америки, которые к моменту ассимиляции с европейскими иммигрантами Еще не изжили родовых обычаях матриархата Долгое время практиковался путнику, который оказался твоего рода племенем И случайно остановился у тебя на ночлег, отдавать свою жену И не потому, что ты такой щедрый, а потому, что у жены этого племени мужьями являются все мужчины племени И нечего женщину стеснять в праве расходовать себя на всех мужей более или менее равномерно А теперь попробуем уговорить русскую жену Пригласить для секса подружку, чтобы стаканчик воды попадавала Ну или попробуйте понять русскую жену, которая вашему другу дала Раз уж он после дня рождения припозднился и спать у вас остался С трудом получается Потому что обычаи разные Итак, какие же были обычаи в СССР? От Октябрьского переворота до конца 20-х годов работала теория о стакане воды Дескать, сексом позаниматься, что стакан воды попить Можно было развестись и жениться без лишних клопот за один день И вообще священников стреляли, девицы голым задом на алтарь садились Дикое было время Но время шло, и уже в 30-е годы позиции семьи укрепились Я не покривлю душой, если скажу, что традиции этому положила еще сама муза вождя мирового пролетариата Надежда Константиновна Крупская Когда десятилетиям раньше попробовала на всеобщем партийном собрании Поднять вопрос о супружеской холодности дедушки Ленина Но не хотел ее дедушка Он ближе к смерти, может, вообще уже ничего не хотел Обращения Крупской замяли, а традиции заложились И в советское время такие товарищеские разборы семейных сцен уже не редкость Жена вполне могла написать на изменяльщика мужа за жалобу И выставить его не только посмешищем, но и вообще сделать ему проблемы на работе Как у Высоцкого, помните разговор супругов у телевизора? Уж ты бы лучше молчала бы Накрылась премия в квартал Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал А еще до конца 40-х годов были запрещены аборты И Россия вырвалась буквально вперед По материнской смертности, наступившей вследствие криминальных абортов И это тоже потому, что секс в стране был Но в начале 50-х аборты разрешили и дело пошло В 60-е и 70-е годы каждая советская женщина сделала в среднем 8 аборт Аборты, конечно, делали не потому, что у всех такая неуправляемая энергия блуда была Как могли бедненькие, так и защищались от перенаселения Ведь советской женщине декретный отпуск не полагался А что вы удивляетесь? До начала 70-х годов она оставляла ребенка в яслях И уже через месяц после родов торжественно выходила на работу А бабушки у всех в деревне оставались Кому помогать-то? Поэтому не будем уж так строго судить советских женщин за аборты Тут скорее в государственной политике дело В конце 70-х обрели необыкновенную популярность в внутриматочной спирали И количество абортов на женщину пошло на убыль А количество секса на прибыль В конце 80-х впервые в нашу страну пришли презервативы В достаточном на всех количестве И гормональные контрацептивные средства Дело совсем наладилось И вот так медленно и величаво 20-й век перевалил 21-й И стал для нас далекой историей Это, как знаете, пожилая женщина рассказывает внукам И секс-то у нее не было И член она не видела Вот только сама она не знает, откуда у нее дети взялись Вы в это поверите? И я нет А в масштабе всей страны И почему верите? Подписывайтесь на мой канал Я вам еще не такое расскажу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!